Музыка С 1 апреля в Ивангороде резко возросли тарифы на содержание жилья. До этого момента тарифы не поднимались в течение трех лет. Но это горожан мало успокаивает. Телефоны в управляющей компании и в администрации города сегодня наколены до предела. В Ивангороде очень изношенное, в тяжелом состоянии, очень большие проблемы со всем, и с крышами, и с подвалами. Ну не столько с подвалами, сколько с трубами, которые в подвалах проходят. И трубы, которые идут по стоякам, все очень давно не менялось, в очень плохом состоянии, течет и требует замены. Но спасет ли нынешнее поднятие тарифа создавшееся положение? Оно позволит выжить управляющей компанией. Если мы потеряем управляющую компанию муниципальную, то велика вероятность повторения того, что было в конце 10-го, начале 11-го года, когда придет на рынок еще несколько компаний, и мы получим чехарду с тем, кому какой дом принадлежит, какие квитанции кому выставляются. Сегодня оплата жильцами расходов по содержанию жилья составляет в среднем 80-90%. Это достаточно неплохой показатель. Но жители совершенно не хотят принимать участие в собраниях, проводимых управляющей компанией. Да, прежде чем тарифы поднялись, была проведена большая работа подготовительная, поскольку жилищный кодекс обязывает жильцов самим устанавливать для себя тарифы по содержанию жилья. В отличие от тарифов на свет, тепло, воду, то, что энергоресурсы считаются жизнеобеспечением, относится к жизнеобеспечению, по этому направлению, по этому блоку ЖКХ, мы исходим из постановления правительства, когда повышение не должно быть больше 12-15% в год. Но тем не менее, жители считают, что закон в данном случае не соблюдается. А это является правовой неграмотностью наших граждан. Ваше жилье, вы обязаны за него отвечать. По жилищному кодексу управляющая компания должна выйти на жителей, на жильцов, дом, на собственников и предложить им новый тариф. Отчитаться за то, что было проделано, предложить новые тарифы. Управляющая компания вышла на всех. Были проведены очные собрания. Но явка научных собраний, за исключением двух домов, составила ничтожно малое количество людей, которые не могут принимать решение. Для того, чтобы общее собрание приняло решение, нужно, чтобы было на собрании не менее, собственников, владеющих не менее чем 50% от жилой площади, плюс один голос. Это так гласит закон. Приходило до 10 человек на собрание с домов, в котором 40-50 квартир. Они, конечно, ничего не решали. И следующим шагом вступало уже в действие решение света депутатов. Все-таки есть определенное понимание того, что ситуацию нужно контролировать и за свое жилье нужно платить. При этом, если брать ситуацию до апреля, то те домов, которые входят в ТСЖ, платили больше, чем те, которые были под управлением управляющей компании. Поскольку почти все ТСЖ созданы значительно раньше, то есть где-то 2009-2010 год, то они сразу же с момента создания поднимали тарифы. И каждый год поднимают по чуть-чуть. Поэтому в этом году по ТСЖ понятие тарифов незначительное. Например, дом, в котором я живу, он тоже входит в ТСЖ. У нас тарифы повысились на рубль с квадратного метра. Это немного. Причем, что у нас одно из самых дорогих жилье – дом с лифтами. Это очень значительно дороже, чем дом без лифтов, его содержание. История вообще с тарифами такая. Изначально, в конце 2011 года, Совет депутатов принимал решение о повышении тарифов на содержание муниципального жилья. То есть дома, которые 100% муниципальные. И в них тарифы уже подняты с января. А те дома, которые не муниципальные, по ним проводилась работа, поскольку управляющая компания физически не могла в конце года провести работу по домам в силу большой загруженности по подготовке к зиме, то стали делать это зимой. И вот сейчас получился такой результат. Будучи собственниками, нужно отвечать за свое жилье. За него нужно платить. Это прежде всего. Собственность – это прежде всего ответственность. Не будем платить – мы получим разруху. Да, нужно контролировать управляющие компании. Отслеживайте, убирается, не убирается, как убирается. Это вправе собственники делать и обязаны это делать. Нужно работать более плотно с управляющей компанией. Один вариант. Другой вариант – не нравится управляющая компания. Создавайте ТСЖ. Отличный способ. ТСЖ, которые созданы в городе, работают успешно. С ними проблем значительно меньше. Они значительно больше ремонтируют имущество. Сумма, которую вкладывает ТСЖ в ремонт своих домов, по отчетам председателей, от 400 до 800 тысяч в год. Сколько городу необходимо еще создать ТСЖ, для того, чтобы попасть в дотационные правительственные программы? У нас сейчас 10 домов являются членами ТСЖ. Для того, чтобы попасть в программу, нужно, чтобы 20% от многоквартирных домов были в ТСЖ. У нас 100 домов. То есть еще 50%. То есть 50% с утра, но еще столько же нужно создать. Еще 10 домов должны сделать ТСЖ. У нас есть дома, которые могут, потенциально могут иметь ТСЖ. Для того, чтобы создать ТСЖ, нужно, чтобы дом был немаленький. Потому что маленький дом, он не окупит содержание управления. Тогда расходы на управление будут очень большими. И не будут выгоды. Но есть большие многоквартирные дома, там по 150 квартир, которые могут создать ТСЖ. И это уже будет выгодно. Либо объединяться по два дома, когда это будет уже по 200 квартир ТСЖ. Да, такое у нас в городе работает, и работает эффективно.